Вот здесь совсем другой вид. О, все бухтит. Здесь мы видим, все в грязище. А, смотрите, настройку пройти как нифиг делать. Люди будут вот так срезать. Вода стоит. Ох, господи ты, боже мой. Где же еще хранить мусор? О том, что это 12 этаж, там говорит вообще ничего. Видеонаблюдение. Обратите внимание, как здесь застройщик молодец, хорошо сделал. Вот они, трещины. Это новый дом. Раз, два, три, четыре, пять. Дешевая китайская подсветка. И датчик стоит от верха до самого низа. То придется вас обходить боком. В ящиках, как все положено по проекту в сданном доме. По мне, как в 90-х. Здесь уже кто-то что-то пробил. Были ли такие обещания от застройщика? Большое количество грязи. Ну, как-то, знаете, скромно. Друзья, добрый день. Я Андрей Артемов. Жилой комплекс Айди Мурино-2 расположен в Мурино. Это Ленинградская область и, соответственно, Ленинградская прописка. Ближайшая станция метро к комплексу Девяткино, до которой около трех километров. Первые дома ЖК Айди Мурино застройщик сдал с октября 2019 года по январь 2022 года. Застройщиком первой очереди был Евроинвест Девелопмент. Ну, здесь у меня вопросов, друзья, нет. Вторую очередь застраивает специализированный застройщик Евроинвест Мурино с уставным капиталом в 10 тысяч рублей. С 43 работающими сотрудниками в 2022 году. И оборотом в этом же году в 2 миллиона 303 тысячи рублей. Согласно данных от Налоговой инспекции Российской Федерации. А самое интересное, это юридический адрес застройщика. Зачитываю. Город Мурино, бульвар Менделеева, дом 8, помещение 21Н, рабочее место номер 1. Тут, знаете, у меня такая ассоциация, что офис у застройщика в каворкинге. А у вас? С классом энергоэффективности не все, к сожалению, так радужно. В Айди Мурино класс энергоэффективности B высокий. В Айди Мурино 2 цены выше, а класс энергоэффективности ниже C нормальный. С Айди Мурино 3 вообще по мне странная ситуация. Проект на декларации я не нашел. А продажи уже идут. Ну вдруг, может быть, я плохо искал. Если вы знаете, куда зайти и посмотреть, обязательно мне сообщите об этом, друзья. Проект жилого комплекса Айди Мурино 2 разработала архитектурная мастерская Юсупова, которая нам известна по таким проектам, как Рассвитаянина и Ариоста. Айди Мурино 2 – это дома в 12 этажей с потолками в 3 метра. И это, я считаю, самое весомое преимущество у этого комплекса. На первых этажах коммерческие помещения, в подвалах кладовки и машины места в подземном паркинге. Стандартное межэтажное перекрытие в комплексе в 180 мм толщиной. И звукоизоляции типа стенофон в 5 мм. И такая же звукоизоляция даже на вторых этажах, под которыми расположены коммерческие помещения. Но зато монолитное перекрытие в 200 мм толщиной. Вентиляционные каналы сборные, железобетонные завода, как в советских панельках. Разводка системы отопления горизонтальная. Спасибо хоть за это. Не нужно будет прятать трубы за занавесками. В проекте застройщика можно найти много интересной информации. От отделочных материалов до цвета фасадной краски. Поэтому внимательно изучайте проекты, ведь картинки к делу не пришить. Когда у тебя нет детей, ты не думаешь о безбарьерной среде, о детских садиках, школах, каких-либо развиваших. Тебе просто это не нужно. Но если у тебя уже есть дети или они в планах, то, естественно, вопрос с детскими садами, школами, поликлиниками достаточно актуален. Любой застройщик красиво рекламирует свои проекты. И Айди Мурина 2 не исключение. Надергали красивых картинок из интернета для своего буклета, написали много разного и рады. Напомню, что большинство из нас уходит рано на работу и приходит достаточно поздно. И вообще ничего в принципе не видит, кроме своей квартиры, минимум 5 дней в неделю. Ну, если, конечно, вы только не работаете на удаленке. Для каждого возведенного квадратного метра жилой площади есть норматив по детским садам, школам, поликлиникам, больницам и так далее. Соответственно, если в соцучреждениях нет свободных мест, а строительство разрешили, то, соответственно, должны строить сады, школы и все остальное. Но, к сожалению, в проектах Айди Мурина с первой по третьей очереди я не нашел информации ни про детские сады, ни про школы. Конечно, строить соцучреждения должен город. И это, естественно, вопрос к нему. В нашем случае это Ленинградская область. Итак, ближайший детский садик к жилому комплексу за номером 37 – Медвежий Стан. Согласно официальных данных, вакантных мест нет. В среднеобразовательной Муринской школе за номером 4 вакантных мест нет как в самой школе, так и в дошкольном отделении. В Айди Мурина 1 и в Айди Мурина 2 будет 4 119 квартир. И 330 машиномест в подземном паркинге. Будут, конечно, и парковочные места на территории комплекса. Но на всех их, друзья, точно не хватит. Квартиры в комплексе представлены от студий до 4-комнатных квартир. Квартирография выглядит следующим образом. Студии и 1-комнатные квартиры займут 76% от общего числа квартир. 2-комнатные квартиры – 19%, 3-комнатные квартиры – 4% и 4-комнатные квартиры будет всего 5 штук. На момент съемки видео 1-комнатную квартиру от застройщика можно приобрести от 5 миллионов рублей или 157 тысяч рублей за квадратный метр. Или в ипотеку по госпрограмме от 2,5% годовых или 23 тысячам рублей платежа в месяц. За точными расчетами по квартирам вы можете обратиться ко мне, оставив заявку на andreyartemov.ru или написав в моей соцсети. Они в описании к этому видео. По договорам переуступки в этом комплексе 1-комнатную квартиру можно приобрести от 4,4 миллиона рублей или 141 тысяча рублей за квадратный метр. А это на 15974 рубля дешевле за каждый квадратный метр. В ID Мурино-3 однокомнатная квартира на сегодня стоит от 4,5 миллионов рублей. Рядом, конечно, уже достаточно сложившаяся инфраструктура, главное до нее дойти. Магазины, продукты, кафе, пункты выдачи. Ну, голодными, друзья, вы точно не останетесь. 1 февраля 2023 года застройщик получил разрешение на ввод в эксплуатацию своего первого дома в жилом комплексе ID Мурино-2. Идемте посмотрим. Навигатор меня вел по улице Шувалова. Обратите внимание, что она на данный момент техническая. Здесь нет асфальта, просто в грязь и мусоре накиданы плиты железобетонные, по которыми ты ешь. Ехать, конечно, нужно аккуратно, чтобы не убить свой автомобиль. Большое количество грязи, и она вот везде-везде здесь разносится. Здесь мы видим тоже большой такой завал из земли, с грязью, с убитым кирпичом, какими-то отходами. И, естественно, когда идет дождь, там снег, это катится, и все идет на дорогу. Вот так выглядит у нас на данный момент озеленение. А на к нему сильно придираться не будем, потому что вот этот корпус еще пока что не сдан. Идем к сданному. Вот он, друзья, впереди. Вот он у нас, данный как раз корпус, улица Романовская, дом 2, ID Мурина 2. Что мы видим здесь? Ну, озеленение здесь, кроме травы, никакого нет. Я вспоминаю рендеры за строчкой. Здесь просто помню такие райские насаждения. Если я не прав, обязательно, друзья, напишите об этом в комментариях. Цоколь, искусственный камень. Фасад, кстати, смотрится неплохо. Я бы даже сказал красиво. Надо только посмотреть его ближе. Но пока такие, знаете, примыкания сделаны все. Неплохо. Никак это частенько бывает. Помню, как было сделано в ID Кудрово. Здесь намного-намного все лучше. Так, ну что, идемте вовнутрь. Кстати, о воззывах о комплексе и застройщике прочитал, друзья, что отдел продаж обещал черные окна, а они по факту белые. Напишите, пожалуйста, в комментариях, были ли такие обещания от застройщика, либо это пишут конкуренты. Видеонаблюдение, куда-то она вообще смотрит на стройку. Ну, стеклянные козырьки не отмытые, конечно, нужно было бы, чтобы их отмывали. Но внешне, по крайней мере, здесь фасада смотрится лучше, чем, как я помню, в том же ID Кудрово. Система оповещения. Уже открылся пункт выдачи озон. Это, конечно, большой плюс, потому что все прямо привозят туда на место. Есть какие-то места неаккуратные, но это, в принципе, мелочи. Заляпанные фасады, неравномерные окрасы. Здесь мы видим соседний корпус, как раз происходит момент утепления. Видим рабочих, одет каждый. Кто во что гораз, горазд. Нет никакой страховки, нет, соответственно, у них касок защиты. Ну, дело, конечно, каждого. Ну, и говорит, конечно, о контроле застройщика за этим. Видим, что утепляют стены 10 сантиметров толщиной базальтовым утеплителем. Сетка, штукатуря, это все вот эти декоративные элементы, это просто обычный утеплитель. Большой двор, здесь видны столбы уличного освещения, небольшое количество парковочных мест. Какие-то елочки, деревца, рябинки, кустики, скамейки. Ну, как-то, знаете, скромно. Достаточно все скромно, если обратить внимание на рендеры. Понятно, да, что сейчас холодные цветы, наверное, подзавяли. Такое ощущение, что их посадили совсем-совсем недавно. Один из приемков. Давайте сразу спустимся, посмотрим. Ну, видно, да, что ступени просто какие-то кривые, косые. Наплывы здесь бетона. Здесь уже видим, что большое количество строительного мусора. Здесь стояла влага. И вот смотрите, друзья, самое печальное, что здесь нет нигде вывода для того, чтобы куда-то уходила вода. Но зато вот какой-то кусок бревна вот здесь торчит. Не знаю, конечно, для какой это цели. В подвале отсюда влаги не видно, вот там видно, что горит свет. Закрыто. Ну, вот обратите внимание на лестничный марш. Хотя бы, не знаю, плиткой бы закрыли всю эту неровность. Вот у нас такие есть места. Со временем это начнет, конечно, все разваливаться. Потому что вот здесь все бухтит. То есть здесь верхнему слою трындец. И вот обратите внимание, о чем я вам и говорил в Мурино-2. Вот она ржавчина пошла, потому что в воде некуда уходить. Почему? А потому что у металла одни характеристики, а, соответственно, у штукатурки другие. Здесь уже кто-то что-то пробил. Смотрите, вот первый подъезд. Вот вблизи видно, издалека вообще нифига не видно. Почему это не сделать большими красивыми цифрами? Мне, честно говоря, непонятно. Это же не так дорого все это взять и сделать. Заявки на включение отопления принятой квартиры подаем через диспетчера. То есть отопление есть, ты заезжаешь, за все платишь, но тебе еще нужно заявку подать. УК Бизнес Сити Дом. Красавчики. Визит. Ну, я не знаю, есть ли у визита более дорогие системы допуска, но вот это смотрится, знаете, по мне, как в 90-х. Скамейка. Ну, вот тоже такое все дешевое, простецкое. Просто непонятно, почему это все так. Ну, вот в коммерцию нормальный вход. Вот, видите, коммерция проходная в одну и в другую сторону. Здесь аналогично. А входные группы как раз квартиры почему-то, вот видите, вот алюминиевой двери вы точно не достойны. Подъезд номер 2, этажность по 12-й. Почему-то сверху у нас минимальная квартира, внизу максимальная этажность, по мне, должно быть наоборот. Ну, может быть, это мне так кажется. Заходим, здесь у нас крупноформатная плитка, темная, красивая, отделочка такая фигуристая, не горит свет. Здесь плиточка, уголок такой красивенький, ну, ничего, колясочная похоже, а может быть и нет, закрыта. И вот мы идем. Куда идем, вообще непонятно. Система пожаротушения стоят, обычные ящики. В ящиках, как все положено по проекту в данном доме, у нас большая куча мусора. Вот здесь есть зуммер, хотя бы есть кран, запорная арматура, муфта верни, а не как у некоторых. Здесь у нас, ну, вот все аналогично. Вот видите, кто-то пил, бухал, тут оставил. Красавчики. Зеркало. Зеркало грязнющее все, могли бы хотя бы написать добро пожаловать домой, Адимурино. Вот это, конечно, не в тему, можно было в стенку утопить, красиво шкафами закрыть, и оно вот мешает, например, что-то затаскивать. Идем дальше. Просто, знаете, нигде нет какого-то указателя, то есть обычный длинный коридор. Почтовые ящики, дешевая китайская подсветка. Ну, из плюсов, конечно, что широченные ящики, металлические. Нержавейка смоется красиво, надписи красивые. Тут какое-то оборудование, ну, как-то, знаете, ни к селу, ни к городу, как говорится. На потолке высоченные, на потолках у нас ламели, черные, потолок весь окрашен в черный. Кое-где видны там белые провода, ну, такая малость. Ну, вот видите, приходится что? Чтобы вам зайти-выйти, нужно идти по этому коридору. Значит, и когда вы идете, друзья, по этому коридору, например, с коляской, то придется вас обходить боком. А почему боком? Потому что очень маленькое расстояние. И при помощи моего супер-друга измерим ширину. Метр сорок два. Это вот тот минимум, который разрешен строить и проектировать вообще все эти коридоры. Здесь мы видим с вами обычную металлическую дверь, такую же, как входная. То есть необычная, такая неказистая дверь. Доводчик снят, потому что большая дурость. Вот вы с коляской идете сюда, вам нужно открыть дверь, пройти сюда. Что за вообще дурость? Ну, зато большая вот такая, как правильно назвать, тут еще шатается, господи, ничего не держится. Стенд управляющей компании. Ну вот не хватает реально света. Защитные колпачки не сняли. Молодцы, все по фэншую. Лифт и у нас Алекс. Давайте попробуем подняться на 12 этаж. Пассажирский мы видим, что он не в рабочем состоянии. О, едет, да? Очень надеюсь. О, поехал. Лифт едет. В шахте почему-то свет горит, очень странно. Спасибо, что написали хотя бы номер аварийной диспетчерской службы, куда нужно звонить. Лифтовая компания, этажи, молодцы. Алекс, кстати, едет очень плавно, очень медленно. Вот это как раз сейчас по шахте, которая освещена, хорошо видно. Кусок баннера стоит просто копейки. Затянуть вот это УСБ баннером, написать «Добро пожаловать домой», «Айди, Мурин, отдел продаж контактный номер», «Управляющий контактный номер» и все. И было бы по красоте. Почему этого не сделать? Я, честно говоря, не понимаю. 12 этаж из плюсов. Обратите внимание, что здесь не сэкономили, и датчик стоит от верха до самого низа. Если идет маленькая собачка, попугайчик или высокий человек, двери не должны закрыться. А выходим сюда. Здесь, знаете, уже отделка такая, как в обычных недорогих панельных домах. Вот эта штукатурка по мне смотрится просто отратительно. Качество нанесения здесь тоже отратительное. Вот тут маяки или уголки. Это что-то такое осталось, хотя это должно быть, по идее, вытаскивать. Но застройщику виднее. Спасибо, что еще это не окрасили. Обрамление серого цвета по мне тоже смотрится не очень-то интересно. Если бы оно было бы серебристое, то было бы лучше. Из плюсов есть указатель, на каком этаже находится лифт. Что грузопассажирский, что, соответственно, пассажирский. Это, конечно, большой плюс. Из минусов лифт расположен вот так. Соответственно, когда вы что-то длинномерное затаскиваете, будете вот сюда в углу упирать, камеру там бахать. А если бы лифт был бы вот так, то это было бы намного удобнее для вас. Здесь у нас мы видим тоже большую дверь. Пока еще не видно ржавчины, надеюсь, ее не будет. Но обратите внимание, что она вся в грязище. Немножко нужно аккуратнее все окрашивать. Лучше нужно все отмывать. Это же все-таки новый дом. И это уж точно не жильцы все это запачкали. А понятно, что в таком состоянии просто сдали. Заходим. Межквартирный коридор. Раз, два, три, четыре, пять квартир. И выход на лестничный марш. Сразу чувствуется, друзья, высота потолка. И чтобы не быть голословным, три метра, ноль тридцать шесть. То есть, соответственно, как сказал застройщик. Три метра, ну и в квартирах, значит, аналогично. Ну вот здесь, видите, смогли снять защитные колпачки. Надо снять их, естественно, везде. А таблички такие, знаете, мне кажется, вам за шрифт было чуть жирнее сделать. Это обычный пластик, приклеенный на клей. Двери смотрятся неплохо. Одна ручка, один замок и все. Ну, такой, знаете, на три с минусом. И можно обратить, что уже вот здесь, смотрите, как штукатурочка-то отходит, бухтит. Соответственно, слышите? Вот этот звук, это бухтистый, вот они, трещины. Это новый дом. Либо разный материал, либо такое качество от застройщиков. Кстати, вот на это жаловались жители. Читайте, друзья, отзывы. Обращайтесь к профессионалам. Что здесь еще? Здесь у нас, соответственно, должны быть счетчики. Отопление в полу. Обратите внимание, как здесь застройщик молодец, хорошо сделал. Как это я называю, забрало. Красивенько. Молодцы, вот смогли же. Но, в принципе, здесь достаточно чистенько. Практически прохладненько. Но, как видите... О, кстати, он... Блин, этот же денег стоит. Все оставлено. Здесь пожарных рукавов нет. Зуммер работает. Ну, не дай бог что, как тушить, вообще непонятно. И уже, видите, ржавчина пошла. Качество, конечно, шкафов похоже на высоте. Либо в воде лежали. А тут даже вот этой штуки нет. Куда нужно укладывать пожарный рукав. А то, что у нас тут. Непонятно что. Кстати, что еще можно проверить? Вентиля. Закручиваем. Отсюда мы... Кстати, еще, обращаю внимание, друзья, есть ограничитель двери. Раз, два. Смотрите, это все от застройщика. Нет звонков, либо, полагаю, будут выдавать, либо люди будут сами вешать. Если застройщик сам выдают звонки, то сами представляете. К примеру, я повесил сюда, сосед повесил сюда. И внешний вид этого коридора будет, конечно же, совсем другим. Из моментов по подбору цветовых решений в коридоре. Ну, блин, это не комфорт. Вот по мне это просто галимый эконом. Почему вот такие какие-то цвета, вот эта убогая штукатурка наляпанная, почему было не сделать все нормально, красиво, подобрать? Даже если был бы белый цвет с темными дверьми, по мне смотрелось бы все намного более привлекательно. Выходим с вами на Лисичный марш. Тут видно, как вот ходили-ходили строители, никто это не подмывал. Есть ограничитель, есть вот такие дефекты в стенах. То есть где-то кто-то либо это специально сделали, кто-то от ничего делать, либо так получилось, розовый цвет. Просто шикарно. Вот знаете, вот это вот они накидали из пульверизатора. Это вот там такое шуршавое покрытие. Но, блин, смотрится очень дешево. Очень дешево. Лестничный марш. Спасибо, что нет переходных балконов. Есть ограничитель двери. Если закрывать дверь, он даже, видите, у нас ручка до стенки не доходит. Давайте поднимемся наверх. Лестничные марши. Вот они обычные, привезенные из завода. Их здесь просто окрасили. Надо было, конечно, отмыть, но уже понимали, что нет. Ограждающая конструкция простая, но держится крепко. Линолеум пока нигде не поотваливался. И отсюда можно видеть стройку. Можно видеть двор. Вот отсюда прям заценить, друзья. Все бывшие поля. Все, естественно, ручьев все это застраивают домами. Здесь у нас напротив городок. Понятно, кто здесь купил квартиры. Здесь еще год, полтора, два, пять лет. Все будет застраивать. И вы будете жить реально практически на стройке. По мне непонятно, почему, знаете, какими-то кусками все это было не сделать. Будет все неясно. Вот парк, в который можно сходить погулять. Но чтобы в него сходить, то есть вот здесь пока не пройти, пока не достроят. То есть вот это еще год, полтора будут строить. И здесь еще три-четыре года. То есть это где-то 27-28 год. И в лучшем случае все достроят. И какие-то будут дорожки. Нам вот так надо по кругу проходить. Но мы постараемся туда пройти, чтобы вам тоже показать, что здесь находится, соответственно, рядом. Молодцы, что открываются окна. Это здорово в летний период, когда на улице жарко, душно. И можно открыть на первом этаже окно, на последнем. И тогда, соответственно, воздух будет весь отработанный. Выходить. Обратите внимание, что мы поднимаемся. Это самый верх, то есть выход на кровлю. И здесь тоже все окрашено. А не как это бывает обычно. Какие-то провода у нас так. Они казисто торчат. Что это у нас? А, видеонаблюдение. А где камера? Почему столько отверстий? Когда сверлили, если ложанулись, почему не закрыли? Закрыто. Ну что, спустимся. Посмотрим, что у нас тут еще есть интересного. Что вам можно было показать. Значит, мы с вами были на 12 этаже. Вот он, 12 этаж. О том, что этот 12 этаж, там говорит вообще ничего. То есть ничего. Здесь мы видим кабель-канал. Непонятно, то ли здесь что-то должно было быть, то ли он туда пошел дальше. Тоже как-то странно. Почему не подписать? Даже хотя бы краской. Краски не хватило, пластика не хватило. Ну вот. Как-то это, друзья, так. Сейчас спустимся пару этажей вниз. Посмотрим, что с другими межквартирными коридорами. В общем, спустился какой-то этаж. Непонятно, потому что нет убираться. Здесь еще, смотрите, интересно, стенка рухнула или что случилось? А, это просто грязь. Просто грязь, друзья. Ну вот, видите, хотя бы здесь трещины нет. И вот крупным планом вам показываю штукатурку. Как вам? Нравится? Нет? Напишите в комментариях. А тут у нас все открыто. Можно заглянуть и посмотреть. Да, друзья, здесь счетчики на тепло. Что-то они еле теплые. Но что-то здесь, конечно, так все. Это хаос какой-то. Ох, не видно, внутрь тут что-то есть или нет. Ну, хотя бы перекрытия вниз не упали, как у некоторых застройщиков. Это тоже, конечно, большой плюс на мое мировоззрение лифтового холла. Конечно, это смотрится не так, как я себе представляю. Ну, где же еще хранить мусор и остатки материала, как ни под лестничными маршами. Но зато мы знаем, что застройщик тут не экономит, а использует классную краску от производителя Капаро. Выход. Выходим. Так, у нас тут еще один приямочек. Может быть, здесь ситуация будет лучше. Значит, во-первых, он немножечко вот такой наискосок. И даже вот видно по воде, что она вот сюда в угол уходит. Ну, я не знаю, это специально сделали, либо так получилось. И вот она сюда когда попадает, а куда ей уходить? А вот уходить ей некуда. Вот что-то здесь есть. Это какая-то труба. Ну, она вся забита вот этой стяжкой. Ну, понятно, что ничего не работает. Ну, зато обратите внимание, что есть ограждающая конструкция такая мощная в виде трубы. Закрыто. Да, вот. Вид, конечно, такой ужас какой-то. Зато мог ловиться есть, если вдруг кому-то надо. Немножко мусора. Идемте посмотрим двор. Ну, здесь достаточно такие большие елочки. Вот сравнивайте, друзья, что увидите на экранах, и рендеры застройщика. Потому что, к сожалению, не всегда это все совпадает. Здесь, похоже, какая-то проверочка была. Ох ты, воды-то сколько много. А это у нас детская площадка в месте спортивной. Прикольно сделали. За таким забором вид, конечно. Особенно вот у этой качельки. Такой качаешься и прямо смотришь на убогий покосившийся забор. Почему-то Euroinvest Development ни в одном прайке я не видел, чтобы у него был нормальный, красивый строительный забор. Какая-нибудь сетка. Или даже вот этот из профнастила. Но чтобы он был ровный. Знаете, такое ощущение, что он его покупает бушным и сюда везде тащит на свои объекты. Ох ты, шина есть. Ну ничего себе. А что мягенькая такая. А, это чтобы вот это сюда не билось. Как в моем прямо детстве. Ну что у нас тут. Так, внешне, конечно, смотрится прикольно. Вон уже монтажники-высотники что-то там делают, меняют. Ну входные группы, конечно, назвать входными группами были, знаете, такое ощущение, что черный ход реально. Потому что вход в квартиры только со двора. Вы не можете туда выйти, либо через коммерцию, когда откроется, либо обходить. Ну вот он смоется, конечно, вот подъезд, вот подъезд, вот подъезд. Блин, где большие цифры? Почему все так убогенько? Ох, господи ты, боже мой. Ну и вот тоже вот озеленение. Тут уже яму какую-то выкопали. Клад, наверное, или забыли что-то ищут. Пройтись. Обычное набивное покрытие. По мне убого смотрится люк канализации. Почему это нельзя было сделать красиво? Вот как-то вот такими лепешками. Небольшие кустики, елочки. Ну, в принципе, здесь, друзья, и все. Пойдем погуляем, посмотрим. Эти цветы так посадили, такое ощущение, знаете, что они такие полумертвые. То есть вид, конечно, такой, знаете, поле мертвых цветов. А вот, друзья, закрытый двор. Добро пожаловать. Давайте попробуем выйти через калитку. Тут закрыто. Ничего себе. А здесь открыто. Интересное решение. Вон, видите, вот влага стоит. Потому что он, вот, например, вот здесь он, в эту сторону, под углом, тут немножечко, вот так, практически по 90 градусов. Вот здесь, видите, уже штукатурки не хватило. И вот это слабое место. Вот здесь начнется первое, что разрушаться по всему периметру этого жилого дома. Конечно, понятно, что на сегодняшний день здесь вообще поблизости ничего нет. То есть вот в доме самом ничего. Есть пункт выдачи озона. Вот если они, есть возможность заказывать еду, наверное, можно только это самое будет лучше и удобно. А так, конечно, нужно куда-то идти пешком, либо ехать, соответственно, на автомобиле. Но понятно, что со временем здесь все будет нормально. Так как большое количество коммерческих помещений, подкрываются продуктовые магазины, там, пункты выдачи, пивточки, шаверма, красное и белое, и все-все-все на свете. И, соответственно, здесь можно будет просто спуститься из дома и, соответственно, приобрести то, что тебе нужно. Сам фасад. Вот я, знаете, на фасад смотрю, нигде не вижу, чтобы где-то чего-то здесь отвалилось. А если учитывать, что вот они делают точно так же, вот здесь очень хорошо сделано, то есть все примыкание самого утеплителя, если здесь аналогично, то в квартирах должно быть зимой достаточно тепло, а летом, соответственно, достаточно прохладно. Да, дорога, конечно, вся в грязище, это, конечно, не дело. Все это тащится во двор, тебе домой. Так, и видим, здесь открытые пока что приемочки. К этому всему я докапываться не буду, потому что дом еще не сдали. Ну, смоем, вода стоит, соответственно, чтобы она не стояла, она должна куда-то уходить. Но если нет дырочки, то водичке утекать некуда. Ну-ка, что у нас здесь? Ну, и здесь у нас все аналогично. И прикольно, да, вон, дверь поставили, а вылазить можно по деревянной лестнице. Классный проект, молодцы. Надеюсь, допилят. Район, конечно, активно очень застраивается. Огромное количество различных комплексов. Разные у всех, конечно, цены, отделка. Вот здесь, к примеру, обратите внимание, что сделано. Сразу напоминает мне дом на Васильевском. То есть все вот так прямо, здесь газоны. Вот ты идешь, и тебе нужно сюда, и люди будут вот так срезать все под углы. То есть нужно было делать еще диагонали. Ну, видно, либо проектировщик, проектировщику сказали сэкономить, либо он, может быть, не знал об этом, или не догадывался, к примеру. Зачем все так, блин, ну, нет слов, почему нельзя взять и подумать. Потом вот это решение. Здесь, видите, все вот так поднимается. И здесь, по мне, нужно было хотя бы поребрик поставить чуть выше. Потому что вот эта вся грязь при дожде, вот она уже, видите, вот уже полоска, она стекает сюда, и она не может не стекать. А эта грязь разносится везде по дорогам, потом вы приносите себе это домой. Еще один заезд, выезд в комплекс. Ну, а мы с вами пройдем, посмотрим, где здесь вообще покушать можно купить. Я вот пока иду, магазина, в принципе, не вижу, потому что слева стройка, справа стройка. Впереди такой небольшой лесок. Вот мне хочется до него дойти и посмотреть. А здесь у нас еще есть вот такие интересные места. Так, вот видите, так. Ну, вот у нас фасад. Здесь еще плиту доклеили, немножко штукатурочки. Так, понимаю, сюда просто отлив потом поставят, и все. Вот здесь, видите, тоже аналогично. Пока по комплексу ходил, пообщался со строителями и сказал по пятибалльной шкале, какой они дадут оценку на причастовую отделку от застройщиков. Ну, они сказали вот так. Ну, это 3 с минусом или 2 с плюсом. Делайте выводы, друзья. Вот, смотрите, на стройку пройти как нифиг делать. Просто там такая грязища, поэтому туда реально не хочется идти. То есть нет забора. Вон, видите, все. Вот это потом все закатает плиткой, асфальтом. И вот это все, весь строительный мусор останется, соответственно, там в земле на долгие-долгие года. А вот, друзья, дошли мы с вами до леса. Вот он, жилой комплекс. Здесь мы видим все в грязище. Ну, вот есть такой мосточек, по которому можно пройти. Ну, что, давайте пройдем, посмотрим. К примеру, у вас родился ребенок, вы купили коляску, и вам нужно погулять. Ну, здесь обращаю внимание, что никакого спуска нет, безбарьерной среды нет, вам нужно будет ее поднимать. Из плюса видно, что это там свежая доска, что они все-таки что-то здесь делают. Ее периодически менять непонятно, почему вот здесь не сделать для удобства людей. Не все же ходят без колясок. Кто-то, у кого-то родился ребенок, и ему нужно, соответственно, пойти куда-то погулять. А здесь, кроме вот этого места, наверное, в принципе, и ничего больше нет. Лаврики. Спортивный парк. А такой красивый мосточек деревянный у нас. Что здесь запрещается, а что разрешается, почему не написали. Парк классный, можно прогуляться, посидеть, отдохнуть. Обратите внимание, кормушки для птичек. Такие красивые деревянные скамейки, урны, валяющиеся огрызки. Беседочки, мангольные зоны, я так там полагаю. О, Господи, какой здесь, друзья, вкусный и свежий воздух. Друзья, я практически в лесу. И вот как может быть, если не нужно будет бездумно вырубать просто все деревья, строить дома и сажать какие-то мосипусечки. Может быть, вот такая реальная красота, если все делать с умом. Ну да, друзья, как я и предполагал, вот она, мангальная зона. Это уже для взрослых. А здесь для детей, а может быть и для взрослых, вот такие прикольные лазилки по деревьям. Есть за то место, где погулять с собакой. Вообще, конечно, классное решение, что оставили лес, и можно реально насладиться природой. Слушайте, вот здесь, знаете, находишься, и это какая-то, знаете, тишина, такое спокойствие. То есть, куда можно просто пройти пешком и погулять. Потому что первый сданный дом в Адимурино-2, вот он. И, соответственно, когда сделают здесь дорожку, то 5 минут, и вы уже вот в таком, друзья, лесу. Пока я здесь хожу-снимаю, написали жители, что они приобрели в ЖК Адимурино-2 в седьмом корпусе квартиру. И застройщикам обещал в этом доме подземный паркинг, большой двор и зону для выгула собак. А с их слов, по итогу подземного паркинга нет, зоны выгула собак нет, и отделка не такая, которую им показывали в офисе продаж. Вот я всегда, друзья, говорю, либо вы сами все собираете информацию, смотрите внимательно проект, потому что в проекте написано все, что будет. А паркинг здесь действительно в Адимурино-2 всего лишь под одним домом. И этих мест, там 300 с копейками, их реально на всех не хватит. А то, что есть, соответственно, места на территории комплекса и вне территории комплекса, это тут будет просто все забито, когда заселятся люди. Потому что более 1400 квартир в Адимурино и Мурино-2, это, конечно, достаточно много. Много учитывая, что вот здесь, например, в Адимурино-2 дома всего лишь в 12 этаже, а в Адимурино там до 19, если не ошибает мне память. Вот если бы я себе выбирал бы здесь квартиру, вот сюда приехав и посмотрев, вот то, что здесь еще лет 5 будет все вот так, я бы подумал, нужно мне это или нет. Взять вторичную недвижимость, выбрать другую новостройку или все же взять здесь и просто терпеть. Поэтому всегда нужно учитывать, друзья, фактор того, что в новостройке пока в первое время не будет ничего, пока они здесь все не застроят. Я уверен, что вот эта дорога будет в плите, пока здесь все не построят, так и будете вы ездить. Поэтому думайте перед тем, как что-либо выбрать. А вот это, друзья, как раз Адимурино, первые дома, которые сдал застройщик. Ну вот если посмотреть вот сюда, мы видим огромное количество грязи, понятно, что мусорит не застройщик и не он виноват, здесь должен убирать город. Но мусорят люди, и первый, конечно, вопрос к людям. Не знаю, почему администрация не следит за зелеными насаждениями, за мусором, здесь просто все реально в грязище. Застраивают все, ну грязь, грязь и грязь. Ну, как-то, знаете, не очень приятно находиться вот здесь возле дома. Но зато здесь, видите, обратите внимание, есть коммерческие помещения, чебуреки, шаверма и чего здесь, как говорится, нет. Понятно, что хочется уюта, больших деревьев, нормальных площадок, стоянок. Но почему-то прошло достаточно большое количество времени, но здесь не особо что-то, знаете, такое комфортное появилось. Возле фасада дома мы видим деревья, полагаю, это еще было посажено в те времена, смотрите, как они красиво, хорошо подросли. Зато напротив, кто узнал этот комплекс? Нифига там нет, только трава уже пожухлая, какие-то ягодки впереди. И фасад, кстати, выглядит неплохо. Не видно, что, знаете, где-то что-то отвалилось. Магнит, который, я полагаю, и в ID.MURINA 2 тоже откроет, либо какой-то другой сядет туда продуктовик. ID.MURINA, Воронцовский бульвар, 23-11. И обратите внимание, что класс энергоэффективности B высокий. Первое, что мы видим, вот здесь, видите, трещина, разный, соответственно, был материал, и здесь уже вот пошла красочка. А если подойти чуть ближе, видно, что вот осыпается штукатурка, потому что вот здесь все бухтит. То есть здесь верхнему слою трындец. И вот обратите внимание, о чем я вам и говорил в Мурина 2. Вот она, ржавчина пошла, потому что в воде некуда уходить. Там должно быть по технологии вообще, в принципе, специальная планка стоять, и быть расстояние, и быть в воздух. И тогда бы вот этого не было. Но здесь из-за того, что сделали все вот таким, скажем, простым недорогим способом, вот так все и получается. Вот видите, вот эта штукатурка, друзья, вот это верхний слой, там уже утеплитель. Через какое-то время это все придет в полную негодность. По сравнению, конечно, с Эдимурина 2, здесь просто райский сад. Понятно, что за это время все подросло. Но по мне, если вы не готовы так сажать деревья, то тогда пишите, что это будет через 10 лет при должном уходе. Мы же смотрим на картинки, покупаем по ним, а потом в итоге получаем, что нифига нету. Большой двор, здесь видны столбы уличного освещения, небольшое количество парковочных мест, какие-то елочки, деревца, рябинки, кустики, скамейки. Ну, как-то, знаете, скромно. Вот здесь находиться в дворе приятно. Нормальный, хороший, классный двор. Еще бы немножко, чуть больше было бы расстояния между домами, было бы вообще хорошо. Здесь мы видим с вами, так как более высокие дома, соответственно, есть межэтажные балконы, проходные балконы. Ну, оцените сами двор. По мне, классно сделали, молодцы. И вот здесь действительно двор без машин. Приехал, припарковал, что-то выгрузил и уехал. Также обращу внимание, что большие окна, видите, внизу такой, скажем, дополнительный модуль, дает больше света. Спортивная площадка. Ну и вот, пока не видно, чтобы здесь где-то что-то у застройщика отвалилось. Приямок. Ну, вот видим обрезанную арматуру, которая проржавела. Ладно, это, конечно, элитичный марш, не будем подзираться. Ну, аналогичные ступени мы видим в Адимуре на 2. Ну-ка, а что у нас здесь? По периметру мы видим, что сделана какая-то гидроизоляция. Тут вообще как будто асфальт. Ну, понятно, что вода никуда не уходит, потому что здесь вообще ничего нет. Тут можно посмотреть краем глаза, что там в подвале. Ну, тут сухо. Не знаю, есть влага или нет, но на сегодня это сухо. Ну, ступени как не умели выливать. Ну, здесь даже, они, знаете, чуть поровнее, получше, нежели чем в Адимуре на 2. А в первой очереди, когда смотришь на первый этаж фасад здания, тоже сразу непонятно, где вообще входные группы. А вот она. Ну, отсюда даже не видно, какой это номер подъезда, какие там расположены квартиры. Почему не сделать большие буквы, большие цифры. Вот мне, честно, непонятно. Из плюсов есть ограничитель двери. Ну, тут понятно, что ходит уже подржавело. Есть колясочная. Здравствуйте. Почтовые ящики. И обратите внимание, друзья, как здесь все красиво. То есть, с Мурина 2 почему-то застройщик, по мне, все как-то, знаете, сильно упростил. Панели под дерево. Вот такая плитка. Блин, вот здесь совсем другой вид. Не сказать, что это там лучшая входная группа, но не сказать, что худшая. То есть, красивенько сделали, молодцы. Лифтовой холл, обратите внимание, как смотрится. Написано. Евроинвест, девелопмент. УК, наш дом, регион. Вот аналогично, похоже, как там, да, вот такую же штуку сделали. Под дерево черное. Здесь указатель на каком этаже находится лифт. Блин, информация какая-то есть. Блин, ну красота, реально. Тот же Алекс лифт. Едем... А, 18-этажный. Подождите, еще и 19-е же были, повыше. На полу здесь плитка. Красивая серебристая обшивка и окантовка дверей. Ну, сейчас поднимемся на последний этаж и посмотрим, что там. Последний этаж, друзья, всегда показательный. Потому что бывает такое, что поднимаешься наверх, а там трубы идут по потолку. И нет ощущения последнего этажа. Есть ощущение, что ты находишься в подвале. 18-й этаж. Выходим. Знакомая, да, отделка? Вот такая убогенькая. Но вместо серой отделки здесь черная. Смотрится красивее. Намного красивее, чем серая. Здесь мы с вами видим, на каком этаже находится лифт. Это вот они, молодцы. Ну, тут небольшая трещинка. Тут кабель-канал подходил. Двери обычные. Высокие потолки. А наверху вот такой классный короб. Сразу Айди Кудрова напоминает. Тоже достаточно простенькие двери. На мерке, видите, бумажечки уже загнулось. Тут звонки есть. Там не было звонков. Есть пожарные рукава. Печатаны. Ну, понятно, прошло время. Кто-то взял. Разделили прикольный коридор. Посерединке вот такую плитку. Под дерево пустили. Тут другая плитка. Ну, блин, коридор такой дешевый. Реально дешевый коридор. Выходим с вами. Такая высокая, узкая дверь на переходной балкон. Ох, какой звук. Вот так вначале делаем, потом начинаем смотреть. Да-да-да, вот видите, да, 19 этажи. Потому что вот ему 18, а вот 19, самый высокий. Нигде не видно, чтобы отваливалась штукатурка, по крайней мере. Сейчас вот так выглядит двор, такой, скажем, полуколодец. Ну, двор реально внутри очень приятный, очень симпотный. Но расстояние небольшое. Я бы, вот честно, хотел, чтобы здесь расстояние было чуть больше. Чтобы было больше простора, соответственно, в этом жилом комплексе. Но уже ничего не изменить. Он уже, соответственно, построен. И здесь живут люди. Мы здесь, кстати, видим эксплуатируемую кровлю. Видите, какую красоту тут сделали. Молодцы. Ну, нормально смоется дом. Лестничные марши. Ну, тоже обычные завода. Тут не отмыты со стройки. Ограждающая конструкция простая, но держится все крепко. Здесь даже есть указатель, какой этаж. 18-й. А в Айди Мурина 2 почему-то на это денег пожалели. К примеру, в этом уже самом первом проекте застройщика среди Айди Мурина однокомнатную квартиру с чистовой отделкой можно приобрести от 5 миллионов рублей. А добавив еще 500-600 тысяч, будет и кухня, и мебель, и техника. А, конечно, понятно, что в том же Айди Мурина 2, как вот сейчас уже заходит коммерция, людям выдают ключи, соответственно, там буквально полтора-два месяца пройдет, и уже откроются там первые продуктовые магазины. Пункт выдачи уже открыт, и открывается еще много-много чего. И будет, в принципе, как здесь. Аптеки, еда и все самое такое важное и нужное прямо у вас внизу на первых этажах. Только нужно понимать, что нужно подождать. Но если у вас нет времени ждать, то нужно об этом думать заранее. В интернете можно найти отзывы о комплексе. Жители жалуются на застройщика за обман по срокам сдачи и выдачи ключей, качество отделки квартир и отделки общих мест пользования. Клиенты застройщика жалуются на то, что после выявления дефектов застройщик говорит, если примите квартиру, исправим за две недели. А если не примите, то за 45 дней. А потом пишут, что приходится бегать после приемки квартиры за застройщиком, потому что ничего не хотят исправлять. Всегда проверяйте новостройки перед покупкой. Заходите на сервис на моем сайте andreyartemov.ru и проверяйте. Сервис абсолютно бесплатный для вас. На сегодняшний день не важно, купишь ли ты квартиру напрямую у застройщика либо через агентство недвижимости, так как цены и акции везде одинаковые. Важно не ошибиться и не купить кота в мешке. Чтобы я вам помог с выбором квартиры, оставьте заявку на andreyartemov.ru или напишите в моей соцсети. Друзья, рад был вас всех видеть. Обязательно поставьте лайк, не ставьте дизлайк, подпишитесь на канал и поделитесь ссылкой на это видео. А я с вами, как обычно, не прощаюсь, оговорю, до скорой встречи! Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...